На горячую линию телекомпании «Новая Одесса» поступил вызов от одного из клиентов. Он жаловался на некачественную продукцию. Давайте проверим, что он нашел. Жалобы поступали не только по поводу просроченных продуктов, но и в адрес охраны и администрации магазина. Когда наша съемочная группа попала внутрь супермаркета, мы поняли, что так возмутило покупателей. Неизвестные люди, судя по всему, охранники, как коршуны, окружили журналистов, всячески препятствуя съемке. В их числе был и уже засветившийся ранее начальник охраны. Шапка-невидимка! Шапка-невидимка! Нас побоялись пускать к торговым рядам, ведь они, вероятнее всего, заполнены испорченным товаром. Кто вы такой? Вы сотрудник компании. Представьтесь. Я не собираюсь вам представляться. Я вам не обязан представляться. Кто вы такой? Я вам говорю. Вам позвать директора? Да, позовите директора. Один из посетителей «Виртуса» нашел на полках целых три упаковки просроченной съемки, ряд продуктов с переклеенными ценниками, а также замеченный прежде фирменный товар магазина «Виртус» – рис с жуками. Мясо странное. На этикетке производителя написана дата 6, 12, 13, а на этикетке «Виртус» написано 7, 12. То есть «Виртус» сам решает, до какого числа будет свежий продукт. Семга малосоленая и малосвежая, скорее всего. До 0, 7, 12, 13. Из ниоткуда возникшая директор магазина попыталась отобрать у нас доказательства халатности супермаркета. Когда это сделать не удалось, администрация магазина объявила внеплановый переучет. В магазине выключили свет, выгнали посетителей и закрыли все двери. Администрация магазина выключила свет, что помешает нашей съемке. Видимо, не зная, что у нас есть фонарик, и мы можем снимать и так. Таким образом, наша съемочная группа вместе с коллегами-журналистами оказалась заперта в супермаркете на протяжении часа. В это же время предполагаемые охранники «Виртуса» толкали оператора и требовали покинуть помещение. Противоречиво, не так ли? Покиньте в магазин. Да, наш магазин куплен. Чем это проконтан? На этом противоречия не закончились. Директор магазина, которая еще полчаса назад пыталась отобрать у нас испорченный товар, внезапно заявила, что именно мы принесли просроченные продукты внутрь и поставили на полки супермаркета. По поводу съемки. У меня есть основания считать, что эту съемку принесли сюда вы. Вот это вот тоже вы. Это вы оторвали, да? Там, где написан срок реализации. Но несмотря на громогласное обвинение, забрать товар с собой нам не позволили. На подмогу журналистам, оказавшимся в заперти, прибыли остальные работники городских СМИ и сотрудники милиции. Мы написали заявление и надеемся, что представители Фемиды разберутся в ситуации. А работникам сети «Виртус» хотим пожелать относиться внимательно не только к охране лежалого товара, но и к здоровью посетителей. Дмитрий Далматов, Екатерина Лапицкая, Эдуард Шендерович, Новая Одесса.